А сейчас, как бы, все под предлогом войны, во-первых, все дармоеды собрались на Западной Украине. Сегодня в огромном здании на Дегтяревской, где центральный офис таможни, остался председатель. Неплохой, кстати, человек, который мало что решает, ничего в этом совершенно не понимает. То есть он в таможне несколько месяцев работает и сразу стал председателем. До этого работал где-то в пограничной разведке, вообще не понимает специфику, не уверен, что хорошо знает таблицу умножения человека. Ну, самотация швейцкально. Да, но я с ним общался несколько раз лично. Он как человек вызывает у меня ощущение человека приличного, ну, не коррумпированного, не богатого, и которому не снятся по ночам денежные знаки. Но, как бы, хороший человек в сегодняшнее время уж точно не профессия. Там его заместители, его директора департаментов, его начальники областных таможеней. Это все люди, которые хорошо понимают, в отличие от него, специфику, умеют вешать по вертикали вверх лапшу на уши и зарабатывать каждые свои сотни тысяч долларов, а иногда и миллионы ежемесячно. Да, сегодня вся эта, с позволения сказать, шобла собралась на Западной Украине. На Дегтяревской осталось в Киеве, в центральном аппарате, аж 12 человек. Это вместе с уборщицами, секретарями и председателем. Ну, то есть, как бы, никто. А кто им дозволил выехать в такие... Председателям, ему что-то не рассказывали, что это вот так надо. Треба боротися там, в месте. И они там борются, да. Борется там начальник Херсонской таможни, которую захватили Орки, и он даже не вывез оттуда документы. Он не вывез оттуда служебный транспорт, компьютеры, личные вещи сотрудников. Он не вывез ни одного сотрудника, ни одной женщины и ребенка, жены и ребенка, ни одного сотрудника. Он всех бросил, выбил себе кабинет во Львове и сидит руководить несуществующей Львовской, ой, если бы Львовской, Херсонской таможней. На Галичине Херсонской милиции, да? Да, один. Как его произошло? Бросив коллектив, Ермаков, по-моему. Я о нем писал, я его глаза, это ничтожество не видел, слава Богу. Встречу где-то дам по морде. Ну, честно, такое время. Точно так же смылся Николаевский начальник. Одесский, я не знаю, но подозреваю, что тоже. Не знаю, за Одесского не хочу наговорить. Николаевский по состоянию там на 3-4 дня назад тоже где-то топтался по Львову. Запорожский, ну и так далее. Поэтому, ну, смотри, весь центральный аппарат там, все зампреды там, по-моему, кроме одного. Ну, основные зампреды на Западной Украине, в Закарпатье, во Львове. Поэтому, ну, как, они там занимаются своими бизнесами. То есть какие-то декларации там. Ну, вот это кадровая политика. Председатель не понимает, что он, что его обманывают, как бы. У заместителей, заместители все воюют между собой. У каждого там свое какое-то кино, свои интересы. И по всей вертикали так. Половина вертикали просто какие-то тихие алкоголики и голубые воришки. Ну, и вот оно так работает. Все переместилось на Запад. Они там собирают кучу денег с разных тем, о которых я периодически пишу. И очень ссорятся у себя внутри. Потому что все переместились на Запад, и все хотят что-то урвать. И вот теперь у низов на Западной Украине не получается что-то украсть. Потому что эти деньги делятся просто на всех. И все их контролируют. И вот там они постоянно между собой цапаются. Кому сколько десятков, сотен, тысяч долларов, миллионов. С какой схемой цапаются, ругаются, увольняют друг друга. Устраивают служебные проверки. Закидывают в СМИ. Ну, абсолютно больная ситуация. Я не представлял, что во время войны такое массовое мародерство в одном органе возможно. И ни один человек просто не встанет и не возмутится. Ну, я не знаю, если бы я был таможенником, я бы уже собрал пресс-конференцию и рассказал бы это все. Ну, это чистый пиздец. Извините.